Мурашов, а ты почему не участвуешь в учебном процессе? Извините, Луиза Васильевна, я очень люблю книги, но я не понимаю, какое отношение имеет к литературе этот кабинет. Садись, Мурашов, и не мешай товарищам усваивать материал. Царёв, да с кем? Ноги босы, грязно тело, и едва прикрыта грудь. Не стыдись, что за дело, это многих славный путь. Топ-автор. Первая Шевченко, вторая Тютчев, третья Некрасов. Кто главный герой? Первый крестьянин, второй солдат, третий мальчик. Куда идёт герой? Город, рынок, школа. Стаценко, не подсказывай. Округляем до четвёрки. Мне кажется, что если бы Некрасов знал, что его стихотворение запрограммируют, он бы писал одни выдавили, а Гоголь и первую часть мёртвых душ сжёг бы. Всё умничаешь, Мурашов? Да знаете ли вы, что благодаря машинному методу обучения вы всю программу на месяц раньше заканчиваете и приступите к анализу капитанской дочки? Я очень рад за дочку капитана Миронова. Наконец-то я анализ раньше сделаю. Это слишком хорошо. Я хотела бы завтра повидать кого-нибудь из твоих родителей. У нас здесь педагогическое варьетен. Интересно знать, кто художественный руководитель и вдохновитель этого ансамбля. Антон Мурашов. Попрошу в моём присутствии эту фамилию не произносить. Что опять случилось? Он сорвал мне урок. Веду я сегодня Некрасова в моём кабинете. Кстати, в том самом, за который школа получила бы импелораном. И этот самый Мурашов заявляет мне, если бы, говорит Гоголь, знал, что его запрограммируют, то он бы и первую часть мёртвых душ сжёг бы. Каково? А что сжёг Мурашов? Не Мурашов, а Гоголь. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Мёртвые души. Гоголя. Я думаю, если бы Гоголю самому пришлось учить литературу в таком кабинете, он бы ничего не написал.